У этого окна установлен потолочный карниз. Правая сторона карниза параллельна к полу, 185 см, а левая сторона наклонена под углом длиной 125 см. Вот эту длину, этот наклон я и буду делать. На эскизе я отметила, чтобы не запутаться, уже высоту готовой шторы, то есть готовые высоты, которые мне нужно выставлять на полотне. С учетом того, что я ставлю вот эту тесьму и эти крючки, я замеряю именно от низа крючка, там где будет петельный ряд, до пола. Обратите внимание, что петельный ряд находится на сантиметр ниже, это в моем случае, бывают разные ленты, на сантиметр ниже верхнего края петельной ленты, поэтому моя штора поднимется на сантиметр от пола. Если вы в первый раз делаете такую штору с наклоном и боитесь ошибиться в высоте, то установите крючок, установите стопор, чтобы крючок не сползал, можете даже нацепить петельную ленту на этот крючок и от ряда петельки, то есть от низа этого крючка, замерьте высоту до пола. Я именно так замерила и слева у меня 167 сантиметров, а в верхней точке справа 235 сантиметров. Если у вас декоративный плинтус и вы хотите, чтобы он был виден, то значит отнимите еще дополнительно ширину этого плинтуса. Или если вы рассчитываете использовать робот-пылесос, то тогда лучше штору вообще сделать на расстоянии 10 сантиметров от пола. Можете посмотреть по ссылке ролик, где робот-пылесос не заходит за штору, потому что он ее воспринимает как стену. Поэтому учитывайте такие моменты, когда вы кроите штору. Почитать ткань для правой стороны, вот здесь, где у нас прямоугольная выкройка, 175 сантиметров по карнизу, легко. Я просто умножаю 175 на рапорт петельной ленты 2,2. Получаю 385 сантиметров. И добавляю еще 20 сантиметров на завороты и обработку краев. Таким образом, для правой стороны по прямому карнизу мне нужно 405 сантиметров купить. А вот для левой стороны, где у нас наклоненный карниз, получится, что высоты остаются те же самые. Правая высота и левая высота. Они не будут меняться. Но зато ширина ткани расширится за счет рапорта к петельной ленте, а еще и диагональ еще больше удлиняется. Поэтому в данном случае не получится так точно почитать количество ткани. Но я рекомендую все-таки взять ткань не по прямой линии, а по диагонали. Чтобы было с чем сравнивать, посчитаем расстояние по прямой, где наклоненный карниз 284 минус 175. 109 сантиметров прямая линия. Если мы посчитаем ткань по этой прямой, 109 умножить на 2,2 плюс добавить 20 сантиметров на боковые завороты с обработкой, то я получу всего лишь 260 сантиметров. И этого точно мне не хватит. В таких случаях, как здесь, когда карниз не такой уж длинный, а наклон не такой уж большой, я предлагаю действовать по упрощенной формуле. Я предлагаю взять ткань просто по длине наклоненного карниза и умножить на рапорт. Если я умножаю 125 сантиметров на 2,2, я уже получаю 275 сантиметров. Это больше, чем если бы я брала по прямой с учетом еще и заворотов. Но тем не менее, я все-таки добавляю еще и завороты 20 сантиметров. Потому что при покупке ткани я все-таки люблю действовать по поговорке «маслом кашу не испортишь». Лучше взять 20 лишних сантиметров, чем из-за этих 20 сантиметров потом покупать новый кусок ткани. После обработки швов по кромке, по прямой, у меня осталось 293 сантиметра ткани. И по лицевой стороне раскладываю ее на столе. Делаю боковые завороты по бокам на изнаночную сторону, примерно 10 сантиметров. И левый край обозначаю зеленым зажимом, для того, чтобы не перепутать. Обычно это очень важно для начинающих. Не перепутать низкий край и высокий край. Иначе ваша штора получится противоположная тому, что вам нужна. Итак, левый зеленый край – это низкий край. Я завернула и по утяжелителю, по низу замеряю всю длину шторы. Когда я буду кроить по диагонали, я буду смотреть, какая у меня будет получаться длина. И если у меня будет излишек по длине, то я сделаю завороты еще глубже. Не 10, а 12 или 15 сантиметров. После обработки и заворотов у меня остается 267 сантиметров. Это по прямой. Правый край – это высокий край. Я его отмечаю синим зажимом. Для начинающих это очень хорошая методика для того, чтобы не перепутать высоты, когда будете кроить и не отрезать наоборот. Особенно важно, когда ткань имеет лицевую сторону и вы не имеете права перепутать лицевую с изнанкой. Итак, отмечаю зеленый нижний край. 167 сантиметров по эскизу. Делаю это на столе. Он у меня короткий, только полтора метра, поэтому буду двигать этот край. Отмечаю 1 метр булавочкой, потом еще 67 сантиметров булавочкой. 167 сантиметров нижний край. Вот к этой точке будет пришиваться петельная лента головой вниз, но по лицевой стороне. Обязательно проверяйте крючки, чтобы вставлялись в петельки. Многие начинающие вшивают петельную ленту наоборот петельками внутрь, и тогда вы не сможете ни крючки вставить, ни затянуть сборку. Значит, это зеленый край. Я отмечаю его сверху тоже зеленым. И перехожу на синий край, правый край, который у меня будет 2,35. Разворачиваю ткань, просто и выставляю тем же методом булавочками 2 метра и 35 сантиметров. Чтобы понять, что это за выкройка, вы должны понять, что вот эти высоты, левая и правая, меняться не будут. Они будут стабильно зафиксированы на краях наклоненного карниза. А вот промежуточные расстояния между этими двумя точками будут зависеть от их месторасположения. То есть, если вы опустите ниже, то оно сядет на пол. Если поднимете выше, то расстояние между полом окажется гораздо выше, чем нужно. Выставляю 2,35 и отмечаю эту высоту тоже зажимом. Правая сторона синего цвета. Растягиваю ткань по полу ровно. То есть, верхняя кромка должна быть прямая, а углы верхней, правой и левой под 90 градусов. Для того, чтобы не растянулась ткань по диагонали и сделать точный угол кроя. Рулеткой соединяю точки зеленую с синей и проверяю, если длина соответствует. Мне нужно 275 см для того, чтобы использовать нужную петельную ленту с рапортом 2.2. Если у меня длина немного больше, я могу завороты сделать глубже. А если меньше, то наоборот, завороты немного распустить и сделать не такими глубокими. У меня по рулетке показывает 277 см. То есть, почти идеально. 2 см не играет роли. И от зеленого зажима до синего зажима протягиваю рулетку. И вдоль рулетки, снизу булавочками делаю прямую линию. Абсолютно прямую линию. То есть, тут не надо ничего выдумывать, ничего придумывать. К этой прямой линии, которую мы отметили булавочками, пришиваем, как обычно, петельную ленту. Очень важно, чтобы эта линия не растягивалась. Диагональ растягивается легко. Поэтому, вот так как вы отметили, уберите просто рулетку и к этой линии из булавок приложите правильно петельную ленту. То есть, головой вниз. Ее также стоит приколоть каждые 10 см и аккуратно сделать первую строчку. Первая строчка, это ближайшая строчка к линии, которую мы сделали булавками. И вот я сделала эту строчку, этот шов. Теперь излишек надо отрезать. Но, как видите, я его не отрезаю, потому что мне эта ткань нужна для образцов. И я просто заворачиваю по этому шву, по верхней линии петельной ленты, заворачиваю ткань. Петельная лента остается по изнанке. И я перекалываю булавочки таким образом, чтобы захватить и лицевую сторону шторы. Загибаю уголочки красиво. Но не прострочите, не сделайте шов по нитям, стягивающим складочку. Аккуратненько заверните и вытащите эти ниточки. Не делайте шов по ним. Обязательно закалите булавочками, потому что по косой ткань сильно растягивается. Если вы не зафиксируете ткань, то у вас растянется лицевая сторона и будет некрасиво смотреться шов. Итак, я закалываю, захватывая лицевую сторону. Проверяете дополнительно еще раз, чтобы петельки были правильно сверху по изнаночной стороне. Уголочки тоже закладываете. Излишки ленты, естественно, отрезаете. Шнуры для стягивания аккуратненько вытягиваете. Но не стягивайте их, потому что нужно сделать еще второй шов. Итак, я сделала второй шов по петельной ленте, нижний шов. И будем считать, что я отрезала излишек ткани, который по изнанке. Но на самом деле я оставляю этот излишек. Теперь я стягиваю слегка шнуры и завязываю в плотный узел, для того, чтобы случайно их не вытянуть. А затем распределяю ткань по шнурам, формируя складочки. В данном случае очень качественная петельная лента со сборкой пучками. Эти пучки формируют волну, которая спадает до пола. А шнуры стягивают и удерживают на том уровне складку, на котором она стянута. Поэтому промежуточные высоты между нижней и верхней высотой не будут падать на пол. Связываю крепко узлы шнуров на концах и примеряю по длине. Мне нужно 125 см. Шнуры можно стянуть чуть больше, чуть меньше. Делаю ровно 125 см. Более дешевые петельные ленты, у которых шнуры не держат туго эти складочки, эту сборочку. Их тоже можно использовать. Просто нужно будет еще немного поработать в конце. Но в начале, в любом случае, мы стягиваем шнуры ровно на 125 см. Для того, чтобы мы получили нужную длину по карнизу. Ни в коем случае не отрезаю шнуры, пока не повешу штору и не буду уверена, что мне не придется ничего переделать. Теперь у каждого пучка вставляю по одному крючку. Не думайте, что если вы поставите больше крючков, то будет лучше. Наоборот. Когда у пучка по центру крючок, то нагрузка идет по центру этого пучка. И ваша складочка будет красиво до низа смотреться. Она будет падать под своим весом очень красиво. Поэтому я ставлю всегда у каждой складочки или у каждого пучка по одному крючку. Если мелкая сборка, то ставьте каждые 10 см. Но не чаще, чем 8 см. Ну да, у каждой складочки и, конечно, на концах. В начале и в конце петельной ленты. Итак, теперь я при помощи, конечно же, стопоров. Стопоры бывают разные. У меня вот такие просто закручивающиеся, очень удобные стопоры. Но они бывают разные. В данном случае я откручиваю этот стопор и вставляю крючочки по шине. Видите, вот я вставила несколько крючков, закрутила этот стопор и штора не сползает. Таким образом я затягиваю все крючочки по шине и в конце только закручу стопор. Теперь вставляю стопор на краю шины для того, чтобы штора не упала с карниза, не сползла под своим весом с карниза. Закрутила и все можно оставить. Теперь перехожу на верхнюю сторону и тяну наверх край шторы. И там я тоже у последнего крючка вкручу такой вот стопор. Теперь у меня штора держится за счет петельной ленты, за счет шнуров. Теперь проверяю по полу. В данном случае, как я вам говорила, я сделала с учетом того, что у меня по петельной ленте сверху есть запас 1 см. Так что у меня штора всего 1 см от пола. Но, конечно, таких вот миллиметражей я рекомендую делать по минимуму. Лучше все-таки сделать еще минус 1 или 2 см. Это не повредит, по крайней мере. Вот таким образом висит она. Вы можете, если у вас где-то ложится по полу, вы можете по верху подвинуть немножечко складочки. Вы можете поставить стопоры, особенно если складочки у вас неравномерные, и поставить стопоры. У каждого крючочка даже можете поставить стопор, потому что за счет стопора, за счет вот этого ограничителя, ваша штора не будет двигаться ни на 1 мм ниже. И она не будет сползать на пол. В моем случае шнуры на петельной ленте держат очень крепко складки, и они не сползают. Поэтому, естественно, низ не ложится на пол. И обратите внимание, у меня есть такие стопоры наверху, внизу, и один вот здесь по центру. Но вы можете поставить у каждого крючочка, у каждой складки или сборочки по одному такому стопору. Эти стопоры недорогие, они продаются мешками, стоят они вообще недорого. То есть, сколько крючков, столько стопора можете вкрутить. И тогда вы точно будете знать, что ваша штора по диагонали не растянется и не упадет на пол. А если у вас вот такая более дешевая петельная лента, на которой шнуры легко ходят, и сборочка под своим весом стянется вся вниз, в левый нижний край, то можно зафиксировать вручную эти сборочки или складочки. Сперва я их зажимаю большими канцелярскими зажимами по месту. Смотрите, чтобы на полу красиво смотрелась линия. А затем снимаете эту штуру и по изнаночке в этих местах фиксируете двумя-тремя стежками. Или же собственными шнурами от этой петельной ленты. Я показывала уже в ролике, можете посмотреть по ссылке, как изменять структуру петельной ленты. Я покажу вкратце. У каждого зажима стягивайте шнурочки с двух сторон и плотно завязывайте этот шнур, таким образом, чтобы эта сборка, каждый пучок, он у вас не разъехался, не расползался. В этом случае это делается после чего вы уже пришили петельную ленту. И в этом случае эта сборка останется точно такой, как вы ее задумали. Она не может сдвинуться вправо-влево, а будет соответствовать той длине карниза, которая была задана в начале. Зафиксируйте все складочки одним из этих методов. И в этом случае ваша штора не сможет сползать по шнурам, а значит она будет удерживаться расстояниями от верхнего стопора до нижнего, и ткань не ляжет на пол. Продолжение следует...